Костанайским аграриям нечем платить по кредитам. Из-за засухи они оказались в тяжелом финансовом положении. Более полусотни сельхозтоваропроизводителей региона просят отсрочку перед проткорпорацией. Но республиканская комиссия посчитала и признала пострадавшими только 15 аграриев. Вместе с палатой предпринимателей бизнесмены пытаются достучаться до правительства. Лето этого года выдалось сложным для костанайских аграриев. Из-за сильной засухи собрать достойный урожай не получилось. Некоторые сельхозтоваропроизводители и вовсе оставили хлеб на полях. Убирать его просто нецелесообразно. В итоге отдавать долги проткорпорации оказалось нечем. Фермеры не хотят решать вопрос за счет проткорпорации. Обращаясь к министерству сельского хозяйства, к проткорпорации, мы опосредованно обращаемся к министерству финансов, к нашим структурам, которые занимаются такими вопросами и вольно решать, что делать с госрезервами. Но должны же у нас быть госрезервы на случай таких форс-мажоров. Пострадавшими от засухи специальная комиссия в Костанайской области признала только 15 хозяйств, в связи с чем сельхозтоваропроизводители и обратились в палату предпринимателей за помощью. По некоторым хозяйствам урожай достигало 1-2 центра с гектара. Теперь весной они берут кредит в проткорпорации. Время, осень, наступает возвращать урожай. Но урожайности нет. Поэтому сельхозтоваропроизводители обратились в палату предпринимателей, чтобы мы помогли прононгировать данные займы. Свои обязательства перед проткорпорацией не может исполнить 51 хозяйство, то есть почти половина из тех, кто заключал договоры форвардного закупа. В Минсельхозе же заявили, что заявления рассматривают в индивидуальном порядке по каждому заёмщику. Отказов по заявкам фермеров не было. Работа по рассмотрению заявок продолжается. Заемщики, которые испытывают трудности в погашении займа в связи с засухой текущего года, могут обратиться в областные филиалы дочерних организаций нацхолдинга «Байтерек». У фермеров остаётся не так уж и много времени, чтобы рассчитаться с долгами. Договоры по форвардному закупу с проткорпорацией стекают уже 15 ноября.